Китайское исследование. Часть третья. Хорошее руководство по правильному питанию. Недавно в ресторане я просматривал меню и заметил очень любопытное блюдо с пониженным содержанием углеводов. Большую тарелку пасты с овощами под названием паста примавера. Очевидно, большая часть калорий в ней приходилась на углеводы. Так почему оно называлось блюдом с пониженным содержанием углеводов? Возможно, это была опечатка? Не думаю. Были и другие случаи, когда салаты, хлеб и даже булочки с корицей преподносились как блюда с пониженным содержанием углеводов. Хотя, как видно из их состава, калории в них содержатся в основном в виде углеводов. Что же это значит? Всеобщая озабоченность углеводами возникла во многом из-за покойного Аткинса и его диеты. Однако, недавно она была вытеснена с пьедестала новой экспресс-диетой доктора Агатстона. Книгой по правильному питанию, ставшей бестселлером. Считается, что она более умеренная, безопасная и легкая в соблюдении, чем диета Аткинса. Но, по-моему, это тот же волк, переодевшийся в другую овечью шкуру. Обе диеты включают три этапа. Существенно ограничивается главным образом потребление углеводов и основной упор делается на продуктах из мяса, молока и яиц. Например, новая экспресс-диета запрещает хлеб, рис, картофель, пасту, выпечку, сахар и даже фрукты в течение первых двух недель. Потом можно вернуться к углеводам и, в конце концов, перейти на типичное питание. Возможно, именно поэтому она пользуется такой популярностью. На ее сайте упоминается, что в Ниццвик было опубликовано следующее описание. Истинная ценность этой книги заключается в ее разумных рекомендациях в области питания. Она сохраняет лучшую часть диеты Аткинса, мяса, при этом отказываясь от принципа избегать всех углеводов. Разве кто-нибудь из сотрудников Ньюсвик проводил обзор научной литературы, чтобы понять, насколько разумны эти рекомендации? И если вы соблюдаете диету Аткинса, дополненную некоторым количеством углеводов, то насколько она отличается от стандартного рациона, из-за которого мы страдаем ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые разрушают наши почки, лишают нас зрения, приводят к болезни Альцгеймера, онкологическим заболеваниям и многим другим медицинским проблемам? Лишь малая часть новостей о питании, которые доходят до публики, имеет под собой твердую научную базу, и это нам дорого обходится. Сегодня говорят, что оливковое масло вредно, завтра, что оно полезно для сердца. Сегодня вы слышите, что яйца вызывают закупорку артерий, а завтра, что они хороший источник белка. Сегодня картофель и рис считаются полезными, а завтра их называют самой большой угрозой для вашего веса. В начале этой книги я говорил, что моя цель – изменить взгляды общества на информацию о питании, устранить неясности и сделать тему здоровья простой и понятной, опираясь на доказательства, полученные из исследований, которые были опубликованы в профессиональных изданиях. До сих пор вы видели достаточно широкую выборку таких доказательств. Вы могли убедиться, что существует огромное количество научных аргументов в пользу единственной оптимальной диеты – питания цельными растительными продуктами. Теперь я хотел бы свести выводы, полученные на основании этого широкого спектра научных доказательств моего собственного опыта за последние более чем 40 лет в простое руководство по правильному питанию. Я вкратце изложил свои знания в виде нескольких ключевых принципов, которые покажут, как действительно взаимодействуют между собой питание и здоровье. Более того, перевел научные данные в рекомендации, которые вы можете применять в собственной жизни. Вы не только по-новому взглянете на питание и здоровье, но и точно поймете, какие продукты стоят есть, а каких лучше избегать. Используйте информацию на свое усмотрение, но по крайней мере вы будете знать, что вам, наконец, предоставили качественные и достоверные сведения. Китайское исследование Часть 3 Глава 11 Правильное питание 8 принципов питания и здоровья Преимуществ здорового образа жизни множество. Я хочу, чтобы вы знали, что можете Жить дольше Выглядеть и чувствовать себя моложе Быть более энергичными Сбросить лишний вес Снизить уровень холестерина в крови Предотвращать и даже лечить сердечно-сосудистые заболевания Снизить риск возникновения рака, предстательный и молочный желез И других онкологических заболеваний Сохранить зрение в пожилом возрасте Предотвращать и лечить сахарный диабет Во многих случаях избежать хирургического вмешательства Значительно снизить потребность в приеме лекарств Сохранить здоровые кости Избежать импотенции Избежать инсульта Предотвратить образование камней в почках Предотвратить возникновение сахарного диабета первого типа у вашего ребенка Облегчить запоры Снизить артериальное давление Избежать болезни Альцгеймера Избавиться от артрита И многое другое Это лишь некоторые доступные преимущества Как их использовать? Изменить свое питание Я не знаю более простого способа Достичь таких положительных результатов Я ознакомил вас с подборкой доказательств И рассказал, как пришел к своим выводам Сейчас хочу обобщить сведения О взаимосвязи питания, здоровья И различных заболеваний Полученные мною На протяжении моей деятельности В виде восьми принципов Они объясняют, как заниматься наукой Как лечить больных Как нам питаться Каких взглядов на здоровье придерживаться И как воспринимать мир Принцип номер один Питание представляет собой Совокупное воздействие Бесчисленного количества веществ Содержащихся в пище Целое больше, чем сумма составных частей Для иллюстрации этого принципа Нужно лишь представить Биохимический состав Какого-либо блюда Допустим, вы готовите Жареный шпинат С имбирем И равиолией Из цельнозерновой муки С начинкой Из мускатной тыквы И специи под соусом Из помидоров И грецких орехов Шпинат Кладезь химических элементов В таблице 11.1 Представлен лишь Частичный список Его составляющих Вы дали своему организму Множество питательных веществ Кроме того Откусив кусочек равиоли С томатным соусом И тыквенной начинкой Вы получите Несколько тысяч других веществ Каждый из которых По-разному соединяется С другими в различных блюдах Настоящее биохимическое изобилие Как только Эта пища Смешивается с вашей слюной В организме Начинается волшебный процесс Пищеварения Каждое из химических веществ Содержащихся в пище Начинает особым образом Взаимодействовать С другими В пище И организме Это бесконечно сложный процесс Невозможно точно определить Как именно взаимодействуют Эти вещества Мы никогда Точно не выясним Как все это происходит Главная идея такова Вещества Вещества Которые мы получаем Из пищи Вступают В многочисленные Химические реакции В итоге Делая организм здоровым Контролирующие механизмы Которые действуют В наших клетках Определяют Куда поступает То или иное Питательное Вещество Сколько его требуется И когда происходит Каждая химическая Реакция В ходе эволюции В человеческом организме Выработалась Очень сложная Система Химических реакций Направленная На получение Максимальной пользы От цельной пищи В том виде В каком она существует В природе Можно провозглашать Пользу одного Конкретного Питательного вещества Но такой Слишком упрощенный Подход Будет Заблуждением Человеческий Организм Научился Извлекать Для себя Благо Из химических Веществ В составе пищи Отвергая Одни И используя Другие Так Как он Считает Нужным Я не устаю Это повторять Поскольку Процесс Лежит В основе Понимание Концепции Здорового Питания Принцип Номер Два Витаминные Добавки Не панацея Поскольку Питание Бесконечно Сложный Биохимический Процесс В котором Задействованы Тысячи Веществ По разному Воздействующих На ваше здоровье Маловероятно Или почти Невозможно Чтобы Отдельные Вещества Принимаемые В качестве Добавок Заменили Цельные Продукты Прием Добавок Не гарантирует Хорошее здоровье Надолго И может Вызвать Побочные Эффекты Более того Те Кто полагается На них Отодвигают Для себя Переход На правильную Диету Опасности Неправильного Питания Не могут Быть Сведены На нет С помощью Пищевых Добавок Во время Резкого Всплеска Интереса К пищевым Добавкам За последние 20-30 лет Мне стало Ясно Почему Такое Развитие Получила Эта Индустрия Огромные Прибыли Служат Отличным Стимулом Обведенные Государством Новые Регулирующие Меры Облегчили Дальнейший Рост Рынка Потребители Хотят Продолжать Есть Привычную Для них Пищу А прием Нескольких Пищевых Добавок Заставляет Их Думать Что Они Уменьшили Потенциальный Вред Благодаря Пищевым Добавкам СМИ Могут Давать Ту Информацию Которую Аудитория Хочет Услышать А врачам Есть Что Предложить Пациентам В результате Индустрия С Многомиллиардным Оборотом Сегодня Вносит Вклад В наше питание И большую Часть Потребителей Заставили Поверить Что Они Таким Образом Покупают Себе Здоровье Это Было Принципом Покойного Доктора Аткинса Он Выступал В защиту Питания С высоким Содержанием Белков И жиров Принося В жертву Здоровье Ради Быстрого Эффекта А затем Призывал Принимать Его Пищевые Добавки Чтобы Решить Проблемы Которые Он Назвал Обычными Для Соблюдающих Диету Запоры Тяга К сладкому Чувство Голода Задержка Жидкости В организме Усталость Нервозность И бессонница Стратегия Достижения И поддержания Здоровья При помощи Пищевых Добавок Стала терять Популярность В 1994 1996 Годах После того Как было Широко Изучено Влияние Приема Добавок Содержащих Бета-каротин Который В организме Превращается В витамин А На возникновение Рака легких И других Заболеваний После 4-6 лет Приема Пищевой Добавки Частота Возникновения Рака легких Не уменьшалась Как ожидалось А увеличивалась Не было Выявлено И положительного Влияния Витаминов А и Е На профилактику Сердечно-сосудистых Заболеваний С тех пор Было Проведено Множество Дополнительных Исследований Стоимости В сотни Миллионов Долларов Чтобы определить Может ли Прием Витаминов А, С И Е Предотвратить Возникновение Сердечно-сосудистых И онкологических Заболеваний Недавно Были Опубликованы Два Больших Обзора Таких Исследований Ученые По их Собственным Словам Не смогли Определить Соотношение Пользы И вреда От постоянного Приема Пищевых Добавок Содержащих Витамины А, С И Е Мультивитаминов Содержащих Фолиевую Кислоту Или Антиоксидантных Комплексов Для профилактики Онкологических И сердечно-сосудистых Заболеваний Фактически Они Рекомендовали Воздержаться От приема Добавок Содержащих Бета-каротин Дело Не в том Что эти Питательные Вещества Не важны Для организма Они важны Когда поступают В виде еды А не пищевых Добавок Выделение Питательных Веществ И попытка Получить из них Такую же Пользу Как при Употреблении Цельных Продуктов Свидетельствуют О незнании Процессов В организме Во время Приема Пищи Как говорится В недавно Опубликованной В Нью-Йорк Таймс Статье Нет доказательств Пользы Пищевых Добавок Со временем Наверняка Выяснится Что Принимая Добавки Содержащие Отдельные Питательные Вещества С целью Поддержания Здоровья И при этом Питаясь По прежнему Мы не только В пустую Тратим деньги Но и Наносим Вред Здоровью Принцип Номер Три Почти все Питательные Вещества Лучше Представлены В растительной Чем В животной Пище Справедливости Ради Стоит отметить Что все Растительные Продукты По своему Питательному Составу Гораздо Ближе К другим Растительным Продуктам Чем К животным И наоборот Например Хотя рыба Существенно Отличается От говядины Между Между Ними Гораздо Больше Общего Чем Между Рыбой И Рисом Даже Орехи Семена И Обработанные Животные Продукты С пониженным Содержанием Жира Являющиеся Исключениями Исправил Все Все Относятся К разным Группам Питательных Веществ Растительный И Животный Соответственно Животная Пища С точки Зрения Питательного Состава Значительно Отличается От растительной Таблица 11.2 Как видите В растительной Пище Гораздо Больше Антиоксидантов Клетчатки Минералов Чем Животные Фактически Животные Продукты Практически Лишены Некоторых Испытательных Веществ Но В них Гораздо Больше Холестерина И жиров Несколько Больше Велков Чем В растительной А так же Витамина В12 И витамина Д Хотя В случае С витамином Д Это Обусловлено Его Добавлением В молоко Есть Исключения Некоторые Орехи И семена Богаты Жирами И белками Например Арахис Семена Кунжута А некоторые Животные Продукты Содержат Мало Жиров Обычно Благодаря Искусственному Обезжириванию Например Молоко Но При более Детальном Рассмотрении Выясняется Что В орехах И семенах Содержатся Другие Жиры И белки Они Гораздо Полезнее Таковых В животной Пище Более того Они Сочетаются С веществами Антиоксидантами А В переработанных Обезжиренных Животных Продуктах Есть Некоторое Количество Холестерина Много Белка И очень Мало Или почти Нет Антиоксидантов И пищевой Клетчатки Как и в Другой Животной Пище Поскольку Воздействие Еды На здоровье Обусловлено Прежде всего Ее Питательными Веществами А также Различиями В составе Разве Неразумно Предположить Что следует Ожидать Разные Реакции Организма На различные Типы Пищи По определению Содержащиеся В пище Химическое Вещество Чтобы считаться Незаменимым Питательным Элементом Должно Соответствовать Двум Требованиям Быть Необходимым Для нормального Функционирования Организма Не Вырабатываться Организмом Поступать Из внешних Источников Один Из примеров Химических Веществ Не являющихся Незаменимыми Холестерин Это Вещество Содержится В животной Пище И отсутствует В растительной Хотя Холестерин Незаменим Для здоровья Наш организм Сам способен Вырабатывать Его В достаточном Количестве Поэтому Нам Нет Необходимости Употреблять Его С Пищей Существует Четыре Питательных Вещества Которые Содержатся В животных Продуктах И по большей части Отсутствуют В растительных Холестерин Время 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 Витаминов Убедительно Показали Что растения Выращенные В здоровой Почве С достаточной Концентрацией Витамина В12 Легко Поглощают Это питательное Вещество Однако В растениях Выросших В мертвой Неорганической Почве Его Может Не доставать Хотя Из-за Одержимости Нашего Общества Пищевыми Добавками Мы Упускаем Из виду Гораздо Более Важную Информацию О питании Нельзя Сказать Что Пищевых Добавок Следует Полностью Избегать В нашем Организме Содержится Запас Витамина В12 На Три Года Если Вы В течении Трех Или Более Лет Не Употребляете Животных Продуктов Вы Беременны Или Кормите Грудью То Стоит Периодически В небольших Количествах Употреблять Витамин В12 В виде Добавки Или Ежегодно Обращаться К врачу Для проверки Уровня Витаминов Группы В И Гомоцистеина В крови Если Вы Редко Бываете На Солнце Особенно Зимой То Возможно Вам Стоит Принимать Пищевую Добавку Содержащую Витамин Д Я Рекомендовал Бо Добавку С наименьшей Дозой Этого Витамина И Чаще Бывать На Солнце Я Называю Эти Пищевые Добавки Таблетками Против Природы Поскольку Здоровое Питание Содержащее Свежие Органические Растительные Продукты Выросшие В плодородной Почве И Регулярное Пребывание На свежем Воздухе Лучшее Решение Проблемы Недостатка Необходимых Питательных Веществ И Витаминов Возвращение К естественной Жизни Полезно И во Многих Других Отношениях Принцип Номер Четыре Гены Сами По себе Не вызывают Болезней Они Начинают Функционировать Лишь После Активизации Или Экспрессии И питание Играет Ключевую Роль В определении Того Какие Гены Проявятся Хорошие Или Плохие Я могу С уверенностью Заявить Что возникновение Каждой Конкретной Болезни Обусловлено Генами Они Определяют Все Что происходит В нашем Организме Как хорошее Так и Плохое Без Соответствующих Генов Не было бы Ни рака Ни ожирения Ни сахарного Диабета Ни сердечно-сосудистых Заболеваний И без них Не было бы Жизни Это Возможно Объясняет Почему Мы тратим Сотни миллионов Долларов Чтобы определить Какие гены Вызывают Ту или иную Болезнь И как Подавить Их Воздействие Это Так же Показывает Почему Некоторые Здоровые Молодые Женщины Удаляют Грудь Просто Потому Что У них Есть Гены Отвечающие За возникновение Рака Молочной Железы Это Объясняет Почему Значительная Часть Ресурсов Науки Здравоохранения В последние 10 лет Была Направлена На исследование В области Генетики Однако При таком Повышенном Внимании К генетическим Вопросом Часто упускается Из виду Простой Но очень Важный Момент Не все Гены Постоянно В полной Мере Активны Если Не происходит Активизации Или экспрессии Генов Они С биохимической Точки Зрения Остаются Спящими И никак Не влияют На ваше Здоровье Это очевидно Для большинства Ученых И многих Не специалистов Но редко Осознается Широкой Публикой Что заставляет Одни гены Оставаться Спящими А другие Активизироваться Внешние Факторы Особенно Питание Можно сравнить Гены С семенами Как знает Любой Хороший Садовник Они Не прорастут Если Не будет Богатой Питательными Веществами Почвы Воды И солнечного Света А гены Не активизируются Если для этого Не будет Подходящих Условий Для нашего Организма Внешний Фактор Определяющий Экспрессию Генов Питание Как мы Выяснили В главе 3 На гены Вызывающие Рак Существенно Влияет Потребление Белка Мы с Коллегами По научно-исследовательской Группе Обнаружили Что можно Регулировать Действию Плохих Генов Всего лишь Корректируя Количество Животного Белка В пище Более того Результаты Китайского Исследования Показали Что среди тех Кто имеет Примерно Одинаковое Этническое Происхождение Частота Возникновения Заболеваний Чисто Разнится Считается Что это Зависит От внешних Факторов Десятки Исследований Подтвердили Когда люди Мигрируют Частота Возникновения Болезней У них Становится Такой же Как и у Коренных Жителей Принимающей Страны Генотип Не меняется И все же Они становятся Жертвами Определенных Заболеваний Гораздо Чаще Чем Население На их Исторической Родине Наблюдения Показывают Частота Возникновения Некоторых Заболеваний Со временем Меняется Так сильно Что биологически Невозможно Приписать Это влияние Генов Вплоть до Недавнего Днего времени Сахарный Диабет Сердечно-сосудистые Заболевания И многие другие Болезни Богатых Встречались Редко И наш Генетический Код Просто не мог Так измениться За последние 25 100 Или даже 500 Лет Поэтому Хотя мы Можем Утверждать Что гены Играют Ключевую Роль Во всех Биологических Процессах У нас Имеются Весьма Убедительные Доказательства Того Что гораздо Важнее Экспрессия Генов А она Определяется Факторами Внешней Среды В особенности Питанием Еще Одна Ошибка Исследований Заключается В допущении Что понять Генетический Код Человека Просто Но это Не так Например Недавно Ученые Исследователи Генетическое Исследовали Генетическое Регулирование Веса Одной Разновидности Крошечных Червей Они Изучили 16757 Генов Подавляя Воздействие Каждого Из них И наблюдая Как в результате Изменится Вес Червей Они Обнаружили 417 Генов Влияющих На вес Как Эти Несколько Сот Генов Долгое Время Взаимодействуют Друг с Другом В условиях Постоянно Меняющихся Факторов Внешней Среды Вызывая Увеличение Или снижение Веса Невероятно Сложный Вопрос Как Сказал Гёте Мы Твердо Знаем Только Когда Знаем Мало Чем Больше Знания Тем Сильнее Сомнения Экспрессия Нашего Генетического Кода Происходит С помощью Множества Биохимических Реакций Почти Непостижимой Сложности Эти Процессы Взаимодействуют С различными Системами Включая Питание Которое Само По себе Сложная Биохимическая Система Занимаясь Генетическими Исследованиями Мы Вступаем В сложную Игру С природой По итогам Которой Наше положение Может стать Хуже Чем Изначальное Означает ли Это Что гены Не важны Разумеется Нет Гены Отвечают За нашу Предрасположенность К тем Или иным Болезням Мы Все В разной Степени Подвержены Их Риску Из-за Разных Генов Но Хотя Мы Никогда Точно Не Узнаем К Каким Заболеваниям Предрасположены Нам Известно Как Контролировать Риск Мы Можем Увеличить Шансы На Экспрессию Лишь Хороших Генов Обеспечивая Своему Организму Максимально Благоприятные Внешние Факторы А Значит Наилучшее Питание Принцип Номер 5 При помощи Питания Можно Контролировать Неблагоприятное Воздействие Вредных Химических Веществ В прессе Регулярно Появляются Сообщения О химикатах Вызывающих Рак Акриламид Искусственные Подсластители Нитрозамины Нитриты Алар Гетероциклические Амины И афлотоксин В ходе Экспериментальных Исследований Была выявлена Взаимосвязь Между всеми Этими Веществами И возникновением Рака Считается, что Рак Вызывается Токсичными Химическими Веществами Которые Проникают В наш Организм И пагубно На него Влияют Например, люди Часто Выражают Озабоченность По поводу Возможных Проблем Со здоровьем Чтобы Основать Возражения Против Использования Антибиотиков И гормонов В животноводстве При этом Предполагается Что Было бы Безопаснее Есть Мясо Если бы В нем Не содержалось Искусственных Химикатов Но Настоящая Опасность Мяса Заключается В дисбалансе Его питательных Веществ Вне Зависимости От наличия Или отсутствия Опасных Химикатов Задолго До того Как в нашу Пищу Стали добавляться Химикаты У людей Гораздо Чаще Начали Возникать Сердечно-сосудистые Онкологические Заваливания Когда Они Стали Есть Больше Животной Пищи Хорошим Примером Основанный На неверных Предпосылках Заботы Об общественном Здоровье В кавычках Связанной С использованием Химикатов Стало Длительное Обошедшееся В 30 Миллионов Долларов Исследование Причин Лишь Незначительно Более Высокой Частоты Возникновения Рака Молочной Железы В Лонг Айленде О котором Опоминалось В главе Восьмой Казалось Что химические Загрязнители Поступающие С определенных Промышленных Объектов Служат Причиной Возникновения Рака У проживающих Поблизости Женщин Но это Надуманное Объяснение Не подтвердилось Другое Вызывающее Опасение Химический Канцероген Акриламид Который Содержится Прежде всего В переработанных Или жареных Продуктах Таких Как Картофельные Чипсы При этом Предполагается Что если бы Мы могли Удалить Этот химикат Из чипсов Потреблять Их Было бы Безопасно Хотя Они Продолжают Оставаться Вредными Для здоровья Переработанными Ломтиками Картофеля Насквозь Пропитанными Жиром И солью Многим Похоже Нужен Козел Отпущения Мы Не хотим Слышать Что Наша Любимая Еда Вредна Просто Из-за Своего Питательного Состава Как Было Замечено В главе 3 Потенциальное Отрицательное Воздействие Афлотоксина Можно Полностью Контролировать При помощи Правильного Питания Даже Получая Большие Дозы Крысы Оставались Здоровыми Активными И у них Не развивался Рак Если В их Питании Было Мало Белка Мы Также Рассматривали Как Незначительные Результаты Могут Вызвать Шумиху Когда Дело Касается Рака Так Если У подопытных Животных Чаще Возникает Рак После Получения Гигантских Дот Химического Вещества То Это Вещество Немедленно Провозглашают Причины Рака Как В случае С НСАР Смотри Главу 3 И Нитритами Но Как И В случае С Генами Активность Химических Канцерогенов Контролируется Веществами Содержащимися В нашей Пище Так О чем Говорят Эти Примеры С Практической Точки Зрения Вы Не Слишком Помогаете Себе Питаясь Органической Говядиной А не Обычной Напичканной Химикатами Она Возможно Действительно Чуть Менее Вредна Но Я Бо Ни В коем Случа И Назвал Ее Безопасной И У Того И У Другого Мяса Схожий Питательный Состав Полезно Взглянуть На Этот Заголовках Часто Появляется Информация О Химикатах Вызывающих Рак Однако Там Не Говорится Что Болезнь Развивается Долгое Время После Инициации На Стадии Промоции Может Быть Ускорена Или Заторможена При помощи Питания Иными Словами Вред Болезни Определяется Прежде Всего Питанием Принцип Номер Шесть То же Самое Питание Которое Предотвращает Болезнь На Ранних Стадиях До Постановки Диагноза Может Так же Остановить Ее Развитие Или Излечить На Более Поздних Стадиях После Постановки Диагноза Стоит Еще раз Отметить Что Для Развития Хронических Болезней Требуется Нескольких Лет Например Считается Что Инициация Рака Молочной Железы Иногда Происходит В подростковом Возрасте И болезнь В дальнейшем Может Не проявиться Вплоть до Постклиматерического Периода Поэтому Вполне Вероятно Что Вокруг Нас Много Женщин Средних Лет У которых Инициация Рака Груди Произошла Еще В юности Но Болезнь Проявится Лишь После Наступления Менопаузы Многие На основании Этого Сочтут Что Ничего Нельзя Изменить Значит Этим Женщинам Можно Курить И Есть Больше Куриных Бифштексов Ведь Они Все Равно Обречены Как Же Нам Поступить Учитывая Что У многих Из Нас Уже Возможно Есть Хроническая Болезнь Которая Проявится Десятилетия Спустя Как Мы Выяснили В главе 3 Развитие Рака У Подопытных Животных После Стадии Инициации Можно Замедлить Остановить Или Даже Повернуть Спять При помощи Правильного Питания К счастью Для нас Оно Помогает Достичь Наилучшего Состояния Здоровья На каждой Стадии Болезни Мы Рассмотрели Результаты Исследований Показывающие Что Питание Цельными Растительными Растительными Продуктами Способствует Излечению Сердечно-сосудистых Заболеваний На поздней Стадии Помогает Людям Страдающим Ожирением Сбросить Вес А больным Сахарным Диабетом Отказаться От приема Лекарств И вернуться К тому Образу Жизни Который Они Вели До болезни Исследования Также Показали Что Развитие Меланомы Смертельная Форма Рака Кожи На поздней Стадии Может быть Ослаблено Или даже Обращено Вспять Благодаря Изменениям В образе Жизни Разумеется Некоторые Болезни Видимо Неизлечимы Аутоиммунные Заболевания Вероятно Самые Страшные Поскольку Если организм Начинает войну Против Самого Себя Он Может Уже И не Остановиться И все Таки Даже Такие Болезни Можно Замедлить Или Ослабить При помощи Диеты Вспомните Исследования Показавшие Что больные Сахарным Диабетом Первого Типа Могут Снизить Свою Потребность В медикаментах Благодаря Правильному Питанию Имеются Также Свидетельства Того Что при помощи Диеты Можно Замедлить Развитие Ревматоидного Артрита И Рассеянного Склероза Я верю Что легче Предупредить Недуг Чем лечить И что чем раньше Человек начнет Правильно питаться Тем лучше Будет Его здоровье Но и тем Кто уже болен Не стоит забывать Что питание Очень важно Принцип Номер Семь Питание Которое Полезно В случае Одной Хронической Болезни Поможет И в профилактике Многих Других Заболеваний Когда Я договаривался О публикации Этой Книги У меня Состоялась Встреча С редактором Одного Крупного Издательства И я поделился С ней Своим Намерением Посвятить Некоторые Главы Отдельным Видам Заболеваний Чтобы Рассказать О связи Питания С теми Или иными Недугами В ответ Она попросила Меня Не могли бы Вы разработать Конкретные Диеты Для каждой Болезни Чтобы не было Одних и тех же Рекомендаций В каждой Главе Другими Словами Не мог бы Я рекомендовать Одно Особое питание Для больных Сердечно-сосудистыми Заболеваниями И другое Для больных Сахарным Диабетом Разумеется Подразумевалось Что одна И та же Диета Для различных Заболеваний Привлекла бы Недостаточно Влия Внимание Была бы Недостаточно Легко Реализуема На рынке Возможно Это было бы Удачным ходом С точки зрения Маркетинга Но не с точки Зрения Науки По мере Того Как я Лучше Понимал Биохимические Процессы Развитие Различных Заболеваний Мне Становилось Ясно Как много Общего У этих Недугов Разумеется Предположить Что Одно Одно И то же Здоровое Питание Способствует Профилактике Всех Болезней Хотя Питание Цельными Растительными Продуктами Более Эффективно При лечении Сердечно-сосудистых Заболеваний Чем Рака Мозга Вы можете Быть Уверены Что Эта Диета Не будет Одновременно С лечением Одной Болезни Провоцировать Другую Она Никогда Не нанесет Вам Болезни Поэтому Боюсь У меня Нет Отдельного Рецепта Для Каждой Болезни У меня Есть Только Одна Рекомендация В области Питания Пусть Лучше Моя Книга Не станет Бестселлером Зато Я С радостью Поделюсь С вами Тем Насколько В действительности Просты Вопросы Питания И Здоровья У меня Есть Шанс Устранить Непонимание Утверждая Что Вы Можете Без Особого И Защитить Себя От Самых Разных Болезней При Помощи Одной Единственной Простой Диеты Принцип Номер Восемь Хорошее Питание Способствует Здоровью В разных Областях Нашего Существования Все Они Взаимосвязаны В последнее Время Многое Говорится О Целостном Или Холистическом Подходе К Здоровью Эту Концепцию Люди Понимают По-разному Многие Включают В нее Альтернативную Медицину И лекарства Поэтому В их Понимании Холистическая Медицина Ассоциируется С Акупрессорой Акупунктурой Лекарственными Травами Медитацией Витаминными Добавками Хиропрактикой Йогой Ароматерапией Фэншуем Массажем И даже Звукотерапией Я Поддерживаю Холистическую Медицину Как Концепцию Но Не Как Фразу Для Обозначения Любых Нетрадиционных Медицинских Практик Польза Польза Которых Зачастую Не Доказана Питание Например Приоритетно Для Нашего Здоровья Прием Пищи Возможно Самый Тесный Контакт С Огружающей Средой Еда Становится Частью Нашего Организма Однако Важная Физическая Активность Эмоциональное И умственное Здоровье Комфортная Окружающая Среда Необходимо Включать Их В Нашу Концепцию Здоровья Поскольку Все Они Взаимосвязаны И Такой Подход Действительно Целостный Эта Усиливающаяся Взаимосвязь Стала Для меня Очевидной Во время Опытов На Животных У крыс Которых Держали На Низковелковой Диете Не Толлика Не Развился Рак Печени Но И Был Ниже Уровень Холестерина В Крови Они Отличались Больше Энергичностью И Добровольно Упражнялись В колесе В два Раза Дольше Чем Крысы В чьем Рационе Содержалось Много Белка Доказательства Повышения Активности Подтверждались Огромным Количеством Практических Примеров Из Жизни С которыми Я сталкивался На протяжении Многих Лет Люди Которые Правильно Питаются Более Энергичны Синергия Правильного Питания И Физической Активности Очень важна И имеются Данные Подтверждающие Что эти Две Сферы Жизни Взаимосвязаны Комбинация Правильного Питания И регулярной Физической Нагрузки Помогает Человеку Достичь Лучшего Состояния Здоровья Чем Чем Воздействии Этих Двух Факторов По Отдельности Нам Также Известно Что Физическая Активность Влияет На эмоциональное И умственное Состояние Человека Много Говорится О влиянии Физической Нагрузки На различные Химические Вещества В нашем Организме Что В свою Очередь Обусловливает Наше Настроение И Концентрацию А улучшение Эмоционального Самочувствия И интеллектуальных Способностей Подталкивает Нас К тому Чтобы Сохранять Оптимальный Режим Питания Те Кто Хорошо Себя Чувствует С большей Вероятностью Будут Стараться Сохранять Своё Здоровье При помощи Правильного Питания Иногда Люди Пытаются Противопоставить Разные Аспекты Своей Жизни И Задаются Вопросом Можно ли Нейтрализовать Последствия Неправильного Питания Регулярно Совершая Пробежку Ответ Отрицательный Польза Или Вред От питания Играют Ключевую Роль И в большей Мере Влияют На состояние Нашего Здоровья Чем Польза И вред От других Наших Действий Кроме Того Зачем Пытаться Сбалансировать Положительные Отрицательные Эффекты Когда Можно Получить Всю Возможную Выгоду От разных Действий Многие Сомневаются В том Что Улучшение Состояния Их Здоровья Обусловлено Правильным Питанием А не Упражнениями Или Наоборот В конечном Счете Этот Вопрос Должен Больше Интересовать Ученых Однако Бесспорно Что Эти Две Сферы Нашей Жизни Тесно Взаимосвязаны И совместно Действуют На пользу Или во вред Здоровью Более того Оказывается Что Если Мы Придерживаемся Диеты Обеспечивающие Оптимальное Здоровье То Тем Самым Способствуем Здоровью Планеты Питаясь Цельными Растительными Продуктами Мы Используем Меньше Воды Земли И прочих Природных Ресурсов Меньше Загрязняем Планету И причиняем Меньше Страданий Животным Поэтому Я Настоятельно Рекомендую Прочесть Последнюю Книгу Джона Робинса The Food Revolution Книга The Food Revolution How Your Debt Can Help Save Your Life And Your Our World Вышла В 2001 году Примечание Редакции Выбор Продуктов Питания Оказывает Огромное Влияние Не только На наш Обмен Веществ Но также На инициацию Промоцию И даже Излечение Болезней На нашу Энергию Физическую Активность Эмоциональное И умственное Состояние И окружающую Среду Все эти На первый взгляд Отдельные Плоскости На самом деле Тесно Взаимосвязаны Я часто Говорил О мудрости Природы И со временем Понял Насколько Мощны Механизмы Ее Функционирования Это Удивительная Система Здоровья Начиная От молекул И заканчивая Людьми И животными Лесами Океанами И воздухом Это Природа В действии От микро До макро Мира И все же Для кого Это важно Для меня Принципы Изложенные В этой Главе Начались С узкой Проблемы Взаимосвязи Питания И возникновения Рака У крыс Но Что затем Переросло В постоянно Расширяющийся Комплекс Проблем Здоровья Человека И общества Во всем мире По большому счету Изложенные Здесь принципы Служат Ответами На глобальные Вопросы Которыми Я невольно Задавался На протяжении Своей Карьеры Значение Этих Принципов Нельзя Недооценивать Важнее Всего Что они Помогут Избавить Общество От замешательства В вопросах Питания И здоровья Новобондные Идеи Свежие Новости Результаты Недавних Исследований Помещены В правильный Контекст Нам больше Не нужно Волноваться Каждый раз Когда какое Либо Химическое Вещество Признается Канцерогеном На прилавках Книжных Магазинов Появляется Новая Книга О диете Или Газетные Заголовки Кричат Об избавлении От какой-либо Болезни Благодаря Генетическим Исследованиям Проще говоря Можно расслабиться И наконец Вздохнуть Свободно Можно применять Более разумный Подход К науке И грамотнее И формулировать Вопросы Поскольку Теперь У нас Есть Прочная Научная Теория Описывающая Взаимосвязь Питания И здоровье Мы можем Интерпретировать Новые Результаты Ориентируясь На более Широкий Контекст С учетом Вновь Поступивших Данных Будет Дополнена Или Модифицирована Научная База И направлены Деньги И ресурсы Туда Где они Помогут Улучшить Здоровье Нашего Общества Понимание Этих Принципов Сделает Намного Лучше Жизнь Отдельных Людей Обществ Наших Меньших Братьев Животных И нашей Планеты В целом Китайское Исследование Часть Третья Глава Двенадцать Как Правильно Питаться Я Часто Удивляюсь Сложности Диет Хотя В рекламе Авторы Утверждают Что их Схема Питания Легко Придерживаться На самом Деле Это Не так Нужно Считать Калории Порции Или Количество Питательных Веществ Или Есть Определенное Количество Каждого Продукта Выявленное При помощи Точных Математических Формул Приходится Использовать Специальные Справочники Принимать Пищевые Добавки И заполнять Особые Таблицы Такие Диеты Редко Приводят К успешным Результатам Прием Пищи Должен быть Приятным И непринужденным И не нужно Жертв Если мы Хотим Наслаждаться Пищей То не Стоит Все Усложнять Один Из Наиболее Удачных Выводов Из Исследований В области Питания Таков Концепции Хорошего Питания И здоровья Должны Быть Простыми Биологическая Взаимосвязь Между едой И состоянием Здоровья Чрезвычайно Сложна Но основная Идея Простая Рекомендации На основе Опубликованной Научной Литературы Настолько Незамысловаты Что я могу Сформулировать Их В одном Предложении Ешьте Цельные Растительные Продукты Сводя К минимуму Потребление Рафинированной Пищи Дополнительной Соли И жировых Добавок Смотрите Таблицу 12.1 Пищевые Добавки Ежедневный Прием Пищевых Добавок Содержащих Витамины В12 И возможно Д Рекомендован Тем Кто проводит Большую часть Времени В помещении И или Живет В северном Климате Что касается Витамина Д Вам не следует Превышать Рекомендованную Суточную Норму Вот и все Именно такая Диета Как подтвердила Наука Способствует Здоровью И снижению Риска Сердечно-сосудистых И онкологических Заболеваний Ожирения И многих Других Западных Недугов Что значит Свести к минимуму Полностью Исключить Результаты Китайского Исследования Указывают Что чем ниже Доля Животной Пищи В рационе Тем больше Пользы Для здоровья Даже когда Эта доля Сокращается С 10 До 0 Процентов Калорий Резонно Предположить Что оптимальная Доля Животных Продуктов В рационе Человека Ноль По крайней мере Для людей С предрасположенностью К дегенеративным Заболеваниям Однако Это не было Абсолютно Точно доказано Наибольшая польза Для здоровья Наблюдается При очень Низком Но не равном Нулю Уровне Потребления Животной Пищи Я рекомендую Попытаться Убрать Из вашего Рациона Все продукты Животного Происхождения Но не Зацикливаться На этом Если вкусный Овощной Суп Приготовлен На курином Бульоне Или в Буханке Цельнозернового Хлеба Содержится Немного Яиц Не переживайте В таком Количестве Эти продукты Скорее всего Не оказывают Сильного Влияния На организм Возможность Расслабиться И не придавать Значение Небольшим Количеством Животной Пищи Облегчает Соблюдение Диеты Особенно Когда вы Едите В местах Общественного Питания Или покупаете Готовое Блюдо Но все же Не стоит Специально Включать Мясо В свой Ежедневный Рацион В возможности Избегайте Продуктов Животного Происхождения Есть две Причины Строго Соблюдать Такую Диету Во-первых Это требует Кардинального Пересмотра Ваших Взглядов На пищу И сделать Это наполовину Будет Влажнее Если вы Заранее Планируете Включать В рацион Животные Продукты Вы будете Их Есть И почти Наверняка Больше Чем следовало Во-вторых Вы будете Чувствовать Себя Обделенными Вместо Того Чтобы Рассматривать Новый Тип Питания Как возможность Есть Любые Растительные Продукты Какие Пожелаете Вы будете Воспринимать Его Как Ограничение Что Не Способствует Длительному Соблюдению Диеты Если Ваш Друг Всю Жизнь Был Заядлым Курильщиком И Теперь Хочет Бросить Что Вы Ему Посоветуете Ограничиться Двумя Сигаретами В день Или Не Курить Соблюдая Умеренность Даже Из Лучших Побуждений Иногда Труднее Добиться Успеха Чем При Полном Воздержании Можете Ли Это Сделать Для Большинства Людей Полный Отказ От Продуктов Животного Происхождения Включая Говядину Курицу Рыбу Сыр Молоко И яйца Кажется Невыполнимым Вы Можете С таким Же Успехом Попросить Их Перестать Дышать Сама Идея Представляется Странной Фанатичной Или Фантастической Это Главное Препятствие На пути К растительной Диете Большинство Людей Которые Об этом Слышат Не Рассматривают Эту Возможность Серьез Несмотря На Огромную Пользу Для Здоровья Если Вы Принадлежите К Таким Людям С Интересом Отнеслись К Результатам Описанных Исследований Но Знаете Что Никогда Не Сможете Заставить Себя Отказаться От Мясо То Никакие Уговоры Никогда Вас Не Переубедят Попробуйте Соблюдать Диету Всего Месяц Вы Ели Чизбургеры Всю Жизнь Так что Месяц Без них Вас Не Убьет Месяца Мало Чтобы Проявились Все Долгосрочные Полезные Эффекты Правильного Питания Но Достаточно Чтобы Вы Убедились В Следующем Первое Растительная Пища Включает В себя Множество Замечательных Продуктов Которые Иначе Бывы Никогда Не Попробовали Возможно Вы Не сможете Есть Все Что Захотите Желание Поесть Мясо Может Сохраняться Дольше Месяца Но У вас Будет Много Отличной Вкусной Еды Второе Некоторые Быстро Привыкают К такой Диете И она Начинает Им Нравиться Многим Требуется Несколько Месяцев Для Полной Перестройки Но Почти Каждый Понимает Что Это Легче Чем Казалось Третье Вы Будете Лучше Себя Чувствовать Даже Спустя Всего Месяц Большинство Начинает Чувствовать Себя Бодрее И Обычно Сбрасывают Часть Лишнего Веса Постарайтесь Дать Анализ Крови Прежде Чем Сесть На Диету И Месяц Спустя Скорее Всего Вы Заметите Значительные Улучшения Даже За Такой Короткий Промежуток Времени Четвертое Самое Главное Вы Поймете Что Это Возможно Вполне Вероятно Вам Это Нравится А Может Быть И Нет Но По Крайней Мере За Месяц Станет Понятно Вы Можете Сделать Это Если Захотите Всю Пользу Для Здоровья О Которой Рассказано В Этой Книге Могут Получить Не Только Тибетские Монахи И Фанатичные Спартанцы Но И Вы Сделайте Свой Выбор Первый Месяц Возможно Будет Трудным Подробнее Об Этому Читать Чуть Позже Но Затем Соблюдать Диету Станет Гораздо Легче А Для Многих Это Превращается В Настоящее Удовольствие Я Знаю Что В это Сложно Поверить Не Испытав На себе Но Когда Вы Перейдете На Растительную Пищу Ваши Вкусы Изменятся Вы Вы Только Перестанете Любить Мясо Но И Откроете Новые Вкусы И Ароматы В Большинстве Привычных Продуктов Те Которые Заглушались Когда Вы Ели Преимущественно Животную Пищу Один Мой Друг Однажды Привел Такую Аналогию Представьте Что Вас Затащили На Авторское Кино Хотя Вы Собирались Пойти На Новый Голливудский Боевик Вы Получаете Гораздо Больше Удовольствия Чем От Стрелялки Переход Если Вы Воспользуетесь Моим Советом И Перейдете На Растительную Диету На Один Месяц То Столкнетесь С Пятью Основными Проблемами На Первой Неделе Возможно У вас Будет Расстройство Желудка Так Как Ваша Пищеварительная Система Приспосабливается К Изменениям Это Естественно К Тому Ж Обычно Длится Недолго Нужно Посвятить Переходу Некоторое Время Но Не Жалеете Об Этому На Лечении Сердечно-сосудистых И Онкологических Заболеваний Тоже Требуется Немало Времени Нужно Будет Освоить Несколько Новых Рецептов Быть Готовым Попробовать Новые Блюда Найти Новые Рестораны Вы Должны Будете Прислушаться К Ключ К Успеху Вам Необходимо Будет Приспособиться Психологически Неважно Сколько Еды В вашей Тарелке Многие Все равно Привыкли Считать Что Без Мяса Это Не Еда Особенно Когда Речь Идет Об Об Обеде Вам Придется Преодолеть Этот Предрассудок Вполне Вероятно Вы Не Сможете Ходить В Привычные Рестораны А Если И Сможете То Наверняка Не Удастся Заказывать То Что Привыкли К Этому Тоже Нужно Приспособиться Возможно Друзья Родственники И Коллеги Вас Не Поддержат По Разным Причинам Многих Встревожит То Что Вы Стали Вегетарианцем Или Веганом Скорее Всего В глубине Души Они Понимают Что Их Питание Не Слишком Здоровое И Их Беспокоит Что Другой Человек Сумел Отказаться От Вредной Пищи В то Время Как Они Сами Не В Состоянии Этого Сделать Вот Несколько Советов На Первый Месяц В Долгосрочной Перспективе Питание Растительными Продуктами Обходится Дешевле Однако На первых Порах Вам Возможно Придется Потратить Чуть Больше Денег Чем Обычно Так Как Вы Будете Пробовать Новое Не Жалейте Об этом Оно Того Стоит Питайтесь Хорошо Если Вы Едите Вне Дома Пробуйте Разные Рестораны Чтобы Найти Вкусные Вегетарианские Блюда Часто В ресторанах С этнической Кухней Не так Много Растительных Рецептов Но Вкус Имеющихся Блюд Великолепен Узнавайте Пробуйте Ешьте Достаточно Одной Из целей Может быть Снижение Веса Это Прекрасно И на Растительной Диете Вам Почти Наверняка Это Удастся Но Не Ограничивайте Себя Не Голодайте Сделайте Своё Питание Разнообразным Это Важно Для Получения Необходимых Питательных Веществ И Поддержания Интереса К Диете Вывод Из всего Сказанного Таков Вы Можете Придерживаться Растительной Диеты С удовольствием Однако Совершить Переход Непросто Есть Как Психологические Так И Практические Барьеры Нужны Время И Усилия Возможно Не Будет Друзей И Родственников Но Польза От Диеты Граничит С Чудом И Вы Будете Удивлены Легкости С Которой Достигаются Эти Положительные Результаты Как Только Измените Привычки В Питании Проведите Эксперимент Длиной В Месяц Тем Самым Вы Не Только Поможете Себе Но И Окажетесь В Авангарде Движения Навстречу Грядущему В Котором Будет Больше Здоровых И Меньше Полных Людей У У У Есть Коллега Глен Который До Недавних Пор Был Убежденным Мясоедом Он Недавно Соблюдал Диету Аткинса Сбросил Немного Веса Но Прекратил Это Когда Его Уровень Холестерина Зашкалил Сейчас Ему 42 И У него Избыточный Вес Я Дал Ему Черновик Рукописи Китайского Исследования И Он Согласился На Месячный Эксперимент Далее Приведены Некоторые Его Наблюдения Глен Делится Опытом Первая Неделя Оказалась Довольно Трудной Было Сложно Понять Чем Питаться Я Не Слишком Хороший Кулинар Поэтому Достал Несколько Поваренных Книг И Попытался Приготовить Вегетарианские Блюда Мне Как Человеку Который Привык Забегать В Макдональдс И Разогревать Дом Замороженные Полуфабрикаты Показалось Хлопотно Каждый Вечер Готовить Еду Не Меньше Половины Приготовленных Мной Блюд Никуда Не Годились И Пришлось Их Выбросить Но Со Временем Я Нашел Несколько Действительно Замечательных Рецептов Сестра Дала Мне Рецепт Западно Африканского Блюда Из Тушеного Арахиса Оказавшегося Невероятно Вкусным И Непохожим Ни на что Из того Что я Пробовал Раньше Мама Дала Мне Вегетарианский Рецепт Соуса Чили И он Тоже Оказался Великолепным А еще Я Наткнулся На Прекрасный Рецепт Спагетти Из Цельной Пшеницы С Большим Количеством Овощей И Псевдо Мясным Соусом Из Сои И Это Было Потрясающе Не Каждый Догадался Бы Что Это Веганское Блюдо Но Все Это Требует Времени Я Заново Открываю Для себя Фрукты Я Всегда Любил Их Но Почему Никогда Много Не Ел Их Трудно Сравнить С Мясом Но Оказалось Что Фрукты Мне Нравятся Больше Чем Когда Либо Сейчас Я Разрезаю Гриб Фрут И Ем Его На Десерт Мне Это По Настоящему Нравится Я Никогда Не Делал Так Раньше Мой Вкус И В Самом Деле Становится Более Тонким Я Не Ел Вне Дома Опасаясь Не Найти В Меню Веганских Блюд Но Сейчас Становлюсь Более Активным Я Открыл Для Себя Несколько Новых Ресторанов В Которых Попадают Прекрасные Веганские Блюда Недавно Я Большой Компанией Оказался В Пиццерии Не Был Другого Выхода И Очень Хотелось Есть Я Заказал Пиццу С Меньшим Количеством Сыра И Большим Овощей Они Приготовили Ее На Тесте Из Цельной Пшеницы Я Был Готов Что Мне Придется Есть Ее Через Силу Но Она Оказалась На Удивлении Вкусной После Этого Я Несколько Раз Брал Ее На Вынос Оказалось Желание Поесть Мясных Продуктов У меня Почти Исчезло Особенно Если Я Не Довожу Себя До Сильного Голода Я Ем Очень Много Я Всегда Следил За Тем Сколько Ем Сейчас Я Ем Как Сумасшедший И При Этом Не И И Наслаждаюсь Едой Гораздо Больше Чем Раньше Отчасти Потому Что Теперь Я Более Привередлив Я Промелькнул Быстрее Чем Я Думал Я Сбросил 4 Килограмма А Мой Уровень Холестерина Значительно Снизился Сегодня На соблюдение Диеты У меня Уходит Гораздо Меньше Времени Так Как Я Нашел Очень Много Ресторанов Где Могу Поесть А Кроме Того Готовлю Много Еды И Затем Замораживаю Е Моя Морозилка Заполнена Веганской Пищей Воспринимать Это Как Эксперимент Не Представляю Что Могло Бы Заставить Меня Вернуться К Прежнему Питанию